Улица Симбирская, не центральная и не окраинная, бежит от Волги и до бывшей полевой парадольный. Если идти по ней вверх, то выйдешь за город, а если вниз, то придешь на дно. Но мы с вами на дно сегодня не пойдем, а задержимся возле тех домов, которые кажутся нам особенно примечательными. Что страшней забитой двери, драпированной ковром? Кто за нею? Ангел Мери или двурушник с топором? Став в 1899 году владельцем усадьбы на Саратской улице, где он жил с гражданской женой и пасынком. Вчерашний помещик Алексей Аполлонович Бастром вскоре приобрел еще один дом у более отдаленной части города, на углу Симбирской и Сокольничьей улиц, которые позже превратятся в Ульяновскую и Ленинскую. Вот этот дом, который, умею он говорить, рассказал бы о себе очень много интересного. А самое первое упоминание даже не о самом этом доме, а о месте, где он позже будет построен, относится к середине 19 века, когда здесь на углу стояла деревянная лавка, принадлежавшая мещанину Трифну Митрофановичу Усинскому. Рядом с лавкой находился и небольшой каменный дом. При этом сам дом располагался больше по Сокольничьей улице, а лавка тянулась вдоль Симбирской. Время строительства этого дома в начале 20 века, приобретенного Бастромом, точно неизвестно, как неизвестны имена его прежних владельцев. Зато хорошо известно, что согласно оценочной ведомости за 1902 год, когда-то дом находился в 114 квартале третьей части города. Дом, как сегодня, был двухэтажным с мезонином, крытым железом. А вот нижний его этаж сто с лишним лет назад был каменным. Весь этот дом занимал около 50 сожжений. На углу когда-то находилась булочная, рядом с ней курень. Остальные квартиры сдавались в наем. Во дворе когда-то находились погребицы и дровяники, которые тоже сдавались квартирантам и использовались ими по их усмотрению. Годовой доход от сдачи дома составлял около 1000 рублей, из которых на чистый доход приходилось 265 рублей. Этот дом не раз и не два упоминался в письмах Бастрома к жене Александре Леонтьевне Толстой и в ее письмах к мужу. Не однажды, уезжая по очереди из Самары в Петербург, они подробно описывали все, что происходило в том числе и в этом доме. Так, в одном из писем, написанных в ноябре 1903 года, Бастром рассказал жене. Булочная, кажется, пошла на лад. А вот квартиру в доме на Симбирской я так и не отремонтировал. Разладился человек и дело стало, а я его, признаться, манкирую. Дом-то у нас дела поважнее будут. А вот каким запомнился дом Бастрома на углу Симбирской и Сокольничий улиц, его воспитанница Шуре Первяковой, по прошествии многих лет поделившейся такими воспоминаниями. После смерти мамы папа очень грустил. Мы уехали из дома на Саратовской улице и вселились в доме на углу Сокольничьей и Симбирской. Это был небольшой деревянный дом с небольшим двориком, на котором разместились низкие сараи и сеновалы. С крыши этих сараев мы прыгали в сено. Дом был заселен в основном людьми небогатыми. Мы занимали квартиру на первом этаже. Алексей Николаевич в этот дом никогда не приезжал. Лучшую квартиру в этом доме занимала Екатерина Александровна Виноградова, классная дама второй женской гимназии. Она жила вместе с племянницей Галли Вороновой. Папа подружился с ней и через два года они поженились. Это был 1908 год. Симбирская улица за словом в карман никогда не лезла и напрасно слов не разбрасывала. Жила, поживала и наживала добра себе и тем, кто на ней сумел поселиться. А вот поселиться мечтали многие. И сняв, например, квартиру в доме Жимойтиной с теплым плозетом, ванной и электрическим освещением. Ну вот, например, врач Горский жил на этой улице в доме номер 35 между Самарской и Садовой. И не только жил, но и принимал у себя по внутренним и детским болезням. Обратиться к нему можно было с 8 до 9 утра, из 4 до 6 вечера или позвонить по телефону 10 92. Жила здесь и акушерка Ильина, а в доме номер 40. А еще фельдшер и фельдшерица Казаковы в доме номер 46. А вот дом на углу Симбирской и Сенной в октябре 2013 года продавался. Не срочно и не по случаю, а тихо, мирно, своим чередом и порядком. Своим чередом и порядком и без всякой суеты и спешки велась запись в детский сад и приготовительную школу Слободской, которые располагались на Симбирской улице в новом помещении. Так что, если хотите в детский сад, милости просим. А желаете сесть за парту и буквы разные писать? Добро пожаловать! Будем рады и вам! Ну и наконец, деньги 5 тысяч отдаю под залог дома из 7 процентов годовых. Обращаться Симбирская 109, квартира 5. Это уже 1916 год. Не самый, может быть, спокойный, но это смотря с чем сравнивать. Казалось, что так всегда все и будет. Теплые клозеты и годовые проценты. Увы, совсем скоро настанут новые времена и речь пойдет о совсем других процентах. По словам Константина Павловича Головкина, в разное время в Самаре было сразу несколько симбирских улиц, позже поменявших свои названия и вошедших в историю под этими названиями. Так, в первой трети 19 столетия Симбирской называлась будущая улица Вознесенская, а нынешняя Степана Разина. Позже в Симбирской назвали Николаевскую, теперешнюю Чапаевскую и Саратовскую, сегодняшнюю Фрунзе и, наконец, Соборную, которая позже превратится сначала в кооперативную, а потом в малогвардейскую. Как бы то ни было, название города Симбирска никогда не покидало карту Самары. Да это неудивительно, ведь до 1851 года и сама Самара тоже была уездным городом Симбирской губернии. А вот и еще куры итальянские белые и орпингтон черные продавались на Симбирской улице в доме Бочкарева. Здесь же можно было купить высадки малины и вишни, а также поступить на службу садовником во фруктовый сад. Это в 1913 году. А вот всего пять лет спустя, в 18-м, на Симбирской улице продавался уже совсем другой товар, гораздо крупнее. Так, например, в начале октября 1918 года в доме, который располагался на углу Шахабаловской и Симбирской улиц, спешно продавалась чайная столовая. Обращаться за справками просили сюда же, в чайную. Обратился ли кто-нибудь, нам неизвестно. Известно только, что совсем скоро обращаться было уже некому, да и некому. А вот совсем неподалеку, на Симбирской 38 в квартире 1, тогда же в октябре 1918 года продавались граммофон, тумбочка, две мембраны и более ста пластинок. И все это за 900 рублей. Эх, яблочко, куда ты хочешься? Окатилось-то оно туда. Откуда они возвращаются? Вот ведь как чувствовал владелец парикмахерской на Симбирской улице, что пора ему эту парикмахерскую продавать. Но все, почему-то медлил, ждал, дескать, успеется еще. А в октябре 1918 все-таки выставил свою парикмахерскую на продажу. Но тут уж спеши, не спеши, а не успеешь. Как не успел, скорее всего, и хозяин дамской меховой шубы мужского пальто, самовара и чертежных принадлежностей, предлагавший купить все это у него в октябре 1918 года. Да еще и бухгалтерские книги продавал. Эх, сердечный, какие тут могут быть бухгалтерские книги. А мы тем временем вернемся к дому Бастрома на углу Симбирской и Сокольничьей улиц и дадим слово однокашнику Толстого по реальному училищу Евгению Гану, вспомнившему такой эпизод из прошлого. Один раз Толстой зашел ко мне и предложил помочь ему в разборе библиотеки, доставшись ему как-то по наследству. Я, как большой библиофил, с удовольствием согласился. Алеш повел меня за полтора квартала от моего жилища в деревянный дом с мезонином на углу теперешних улиц Ульяновской и Ворошиловской. Дом оказался как-то принадлежащим не то самому ему, не то его отчему. Об этом я раньше не знал. В этом пустом тогда доме мы нашли ряд шкафов с книгами и принялись за разборку их. Книги были больше старинные. Попадались совсем древние книги в желтых кожных переплетах, на серой корявой бумаге Екатеринской эпохи. Между прочим, мы нашли такую книгу «Неонила» или «Распутная тщерь» и много смеялись, читая выдержки из нее, написанные курьезным для человека нашего времени языком, напоминавшим знаменитые рассказы Прудкова отца. Об этой книге Толстой вспомнил, когда писал один из своих рассказов из цикла «Под старыми липами». Читая этот рассказ, «Я с удовольствием натолкнулся опять на няню». Итак, именно в этом доме на углу Симбирской и Сокольничьей улиц Бастром познакомился с своей будущей женой Екатериной Виноградовой. Алексей Толстой знал об этом очень хорошо в письмах к тетке Марии Леонтьевне Тургеневой, написанных в эти годы, жаловался на неискренность в отношениях с отчимом, которые стали еще более натянутыми после того, как Бастром женился. Неудивительно поэтому, что перемена в отношениях с отчимом будет связана в сознании Толстого именно с этим домом, которым Бастром владел до 1917 года, о чем свидетельствует запродажное от июля 1917 года, когда дом будет продан штурману каботажного плавания Павлу Гусеву. А совсем скоро придут другие времена, и в этом доме, как в соседних, запоют совсем другие песни, которые не снились даже страшных снах. Ни Бастрому, ни его пасынку, ни штурману каботажного плавания. Отойду, глаза прищурю, эту дверь не отворю. На другой литературе я воспитан, говорю. С вами был Михаил Перепелкин.